Котлас готов к неблагоприятному течению паводка. Во-первых, силами служб спасения, благоустройства и частными предпринимателями подготовлен необходимый запас спасательных средств для нужд населения. Резерв, который может быть использован жителями в случае подтопления, включает доски 25 и 40 миллиметров, 7 кубов, козлы 44 штуки, мостки-трапы 20 штук, бревна 5 кубометров, 120 деревянных поддонов для подъема мебели и 100 поддонов для организации проходов по придомовой территории. Они складированы на паромной переправе 46-го лесозавода. Здесь же находятся 880 мешков с песком. Проведены следующие работы. Укрепление береговой части территории лесобазы 120 кубометров грунта, береговой части территории Бачага 903, укрепление береговой части 46-го лесозавода, создан земляной вал с грунтом 400 кубометров. Проведено укрепление береговой части территории улиц Песчаная и Школьная. Жителям подтапливаемых территорий, в частности 46-го лесозавода, в связи с введением во вторник режима чрезвычайной ситуации, было предложено покинуть свои дома. Из 70 человек, которые еще два дня назад были согласны на эвакуацию, по данным обходов полиции МЧС, вчера добро дали только шестеро. В результате из микрорайона в авакопункт городского центра туризма вывезена женщина с ребенком. Трое инвалидов доставлены в Котловскую больницу. Еще один житель 46-го уехал к родственникам. Мы сначала посмотрели, что все условия есть, как можно проживать с ребенком, и я согласилась. Также во вторник, 19 апреля, в микрорайоне был закрыт детский сад «Светлячок». Из 47 его воспитанников, 26 теперь посещают дошкольные учреждения Лименды. Родители остальных дошколят, отказались переводить своих чад в другой детский сад, пусть даже на время. И ребята теперь сидят по домам под присмотром взрослых родственников. Всю ночь у нас установлено дежурство, ежечасно мы получаем информацию. И у нас определена точка, значит, уровень воды, при котором будет произведена полная мобилизация всех сил и средств. Все будут собраны на 46-м лесозаводе для контроля. Самое главное, это своевременно, значит, нашим службам водоканалу, электросетям, Котлас-Газсервису произвести отключение в случае необходимости жилых домов, чтобы не произошло у нас никаких несчастных случаев. Со вторника, сразу после объявления режима чрезвычайной ситуации, въезд на территорию 46-го лесозавода был ограничен. Это необходимо, чтобы в нужный момент спецтехника могла беспрепятственно передвигаться по микрорайону. Всего в противопаводковых мероприятиях задействовано более 70 человек личного состава, МЧС, полиции, спасателей и других оперативных служб. 31 единица техники, 8 плавсредств. Кроме того, дополнительно из столицы региона прибыл эшелон главного управления МЧС России по Архангельской области. Из Архангельска дополнительно привез 102 человека, 12 единиц различной техники, которая нам необходима будет, 15 плавсредств и два комплекта беспилотника, который работает один в Красноборском районе, один здесь по автомобильному мосту. В ночь со вторника на среду голова ледоходов встала в Красноборском районе возле поселка Дябрино. Снова образовался многокилометровый затор. Сегодня утром с целью авиаразведки в этот район вылетели спасатели и взрывотехники. После ликвидации затора Вологодского мы ожидали поднятия уровня до неблагоприятных явлений. Почему и было вчера. Ряд мероприятий провели здесь в муниципальном образовании. Город Котлас, глава объявил режим ЧС, организовал работу в районе лесозавода номер 46. Всю ночь контролируют обстановку. Пока прогнозы не подтверждаются, уровень воды на таком, не критическом сейчас находится. Была беседа с гидрологами, что пока уже по северной дневне мы не ожидаем таких неблагоприятных явлений. Сейчас опасность для Котласа в большей степени представляет семибальный ледоход, который идет по реке Вычихда со стороны республики Коми. В районе села Меже Кустевымского района уровень воды за сутки достиг критических показателей. По предварительным прогнозам 22-23 апреля эта вода придет в наш город.